Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франс. Девчонки, наконец-то сегодня закончила снимать свой недельный рацион питания, который я вам обещала. И если вы в теме, если вы уже знаете, что как и к чему, то можете смело перемотать вот эту вступительную часть и смотреть только тарелочки с блюдами, которые я готовила в течение прошлой недели. Я сейчас хочу немножко рассказать свою историю. Это для тех подписчиков, это для моих новых подписчиков, которые к нам присоединились совсем недавно. И поскольку вопросы повторяются, 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 я поняла, что стоит немножечко ввести в курс дела. Итак, худеть я начала через год после родов и после операции по удалению щитовидной железы. Худела и с популярными диетами, с советами диетологов, советами эндокринологов и использовала различные виды спорта, плавания, сауну. В общем, чего только не было в моей жизни. И скажу так, что как бы претендент на похудение, я не самый простой. Во-первых, как я уже сказала, у меня нет щитовидной железы и как бы люди после такой операции очень трудно худеют. И вторая сложность, которая была у меня, у меня с самого детства, с 9 лет повышен сахар. И как бы, когда вот это вот обнаружили, я еще тогда училась в школе, знаете, как заболел там ангиной, простудой, и врач выписывает анализы там то-то-то-то, естественно, кровь на сахар. И у меня обнаружили уровень сахара был выше на несколько единиц. В общем, я помню, что там были какие-то таблетки, что-то я пила, но, как сказал тогда педиатр, что в подростковом вот этом периоде все пойдет нормально, перерастет, как раньше говорили в Советском Союзе. И вы знаете, как бы немножко действительно эта проблема ушла, но она у меня появилась в первую беременность. Опять сахар был на самой нижней, вернее, на самой высокой отметке, которая только может быть. Меня наблюдали врачи, в общем, и беременность, там роды, все было очень тяжело и сложно. И потом после первых родов опять уровень сахара был нормальным. И во вторую беременность мне уже, хотя в первую беременность мне не ставили ни диабета беременных, ни просто была пометочка в карточке, что повышен сахар. И во вторую беременность мне уже поставили диабет беременных, но опять же успокоили, сказав, что после того, когда беременность закончится, и закончится этот диагноз, эта проблема. Но получилось совсем всё по-другому, беременность закончилась благополучными родами, а диагноз остался. Меня направили к врачу-диабетологу, и она мне сказала, что поскольку уровень сахара завышен, но как бы это начальная стадия диабета, и у тебя есть выбор, или же ты придерживаешься строгой диеты, или же просто начинаешь колоть инсулин. Я, естественно, выбрала первое, и, честно говоря, не пожалела об этом. Два года я находилась на специальном питании, два года меня наблюдали, два года ежемесячно я сдавала кровь, но уже четыре года как этот диагноз был снят. Но всё-таки мне кажется, что именно вот эта вот часть болезни и как бы была таким тормозом в процессе похудения. Не только отсутствие щитовидной железы, но и именно вот эта проблема с сахаром. И что я сегодня хотела вам сказать и показать тот режим питания и тот вид спорта, которым я занимаюсь, чтобы, ну, как бы не задавали постоянно одни и те же вопросы. Этим летом я решила, полгода назад, если уже быть точным, я решила, что поскольку на протяжении полутора лет мой вес колеблется, и как бы я не могу сдвинуться с вот этой вот мёртвой точки, он то повышается, то понижается. И я решила, ну, в общем, всё комплексно собрать. И вот что из этого получилось. В общем, рассказываю, девочки, планировала похудеть я на 7 килограмм. В итоге похудела на 16 за 6 месяцев. Что мне помогло? Во-первых, ежедневная пешая ходьба не менее 10 километров. Затем занятия бодифлекс, это дыхательная гимнастика. Также я 2-3 раза в неделю посещаю инфракрасную сауну. И 3 месяца, первые 3 месяца, когда я уже решила стойко добиться своего результата, я принимала препараты. Это были такие пищевые добавки, которые ускоряют метаболизм и обмен веществ. И, естественно, вот это питание, вот эти вот тарелочки, которые вы сейчас увидите. Также у меня поступает очень много вопросов относительно того, буду ли я продолжать ещё худеть или я сейчас удерживаю вес. Девочки, я сейчас хочу только удержать вес, и чтобы этот результат, который меня действительно порадовал, чтобы этот результат задержался в моей жизни как можно дольше. Поэтому я буду прикладывать все усилия. Если вам интересно, я буду продолжать эту тему на канале. Напишите мне в комментариях. Может кто-то поделится своими какими-то достижениями, своими какими-то находками в области похудения или спорта, или там каких-то пищевых добавок. Всё это приветствуется. Ну и пойдёмте посмотрим моё меню, мои тарелочки. И я думаю, что вам тоже это всё-таки пригодится. Доброе утро всем моим худеющим девочкам, и не только худеющим, а девочкам, которые придерживаются правильного питания. И сейчас я хочу показать, чтобы не затягивать видео, я покажу свои завтраки на неделю, покажу свои перекусы, покажу сладости, то, чем я заменяю сахар, и покажу тизан, который я сейчас пью. Итак, утро понедельника. Мой завтрак сегодня это чашка кофе, но она будет не одна, я это сразу знаю, потому что я выпиваю где-то 4-5 вот таких вот маленьких чашечек кофе. Это не есть хорошо. Максимум можно выпивать 3 чашки эспрессо в день, но я очень люблю кофе. Итак, сегодня у меня вот такое вот большое сладкое красное яблоко и чашка кофе. Затем я буду чередовать вот такие вот йогурты с добавлением фруктов, и вот такие вот они на основе соевого молока, и вот такие вот десерты. Это десерты соевого молока с добавлением миндаля и лесных орешков. Затем у меня будет или кофе, или вот такой десерт, или же какой-то фрукт. Фрукты у меня сезонные. Это яблоки и испанские апельсины. Итак, дневная норма. Вот это вот мой десерт и, можно так сказать, перекус. Здесь у меня вот в этой вот тарелочке небольшой находится 20 грамм необжаренного, неочищенного миндаля и примерно где-то 15 грамм изюма. Это я растягиваю на целый день. Если мне хочется есть, то я беру 2-3 ядрышка миндаля и несколько изюминок. Если же мне не хочется есть, то я это дело не трогаю, а оставляю как десерт. Вместо сахара, если очень-очень-очень хочется сладкого, можно добавить в кофе или в выпечку вот такой вот сироп. У меня вот бутылочка уже одна заканчивается, и я купила второй. Это сироп агавы. И вот это вот прекрасный дренажный чай. Я его уже показывала. Они имеют различные составляющие, но в принципе, вернее, принцип один и тот же. Этот чаек прекрасно выводит воду из организма. И если вы его будете пить одну-две чашки в день, то никаких отеков, девчонки, у вас 100% не будет. Также я буду делать чаи из ромашки и из липы. Вот такой сегодня у меня обед. Здесь у меня куриный бульон, но готовила я его с массой различных овощей. Я добавила туда корень сельдерея, морковь, в общем, зелень у меня здесь идет и лук-порей. Потом все это вытащила. Сельдерей использовала для салата. Сейчас я вам расскажу и покажу. И получается вот такой вот насыщенный и очень вкусный бульон. Намного лучше, если вы просто варите куриный. Здесь у меня его где-то, ну, наверное, грамм 200, потому что вот такая вот пиала, она большая. И на второе у меня, как обычно, что-то из зелени. Это салат айсберг, галета со злаковыми и столовая ложка с горкой вот такого вот салата. Здесь у меня морковь отварная, яичные белки, свежий огурец, отварной корень сельдерея и немного ветчины. Соус готовила из соевого йогурта с миндалем, но не подслащенный. Не десерт, а именно йогурт. Добавила туда немного лимонного сока и соевого соуса. Все, девчонки, всем приятного аппетита! Мой обед сегодня выглядит вот таким вот образом. Цветная капуста, приготовленная на пару и два блинчика, которые я готовила из муки из овсяных отрубей на соевом молоке. И вот такой вот вместо сметаны у меня вот такой вот соевый йогурт с фруктами. Сейчас буду обедать. Сварила сегодня вот такой вот самый обычный суп лапша. Он у меня на белой куриной грудке. Здесь обычная вермишель, паутинка, морковь, немножко лучка. Морковь и лук я протушиваю с чайной ложечкой оливкового масла, но как бы сильно не зажариваю. Естественно, девочки, никаких шкварок, никаких зажарок. И вот такой вот у меня куриная грудка. И я уже немножечко себе отделила, чтобы показать порцию. Итак, сейчас взвесим суп, потому что я, честно говоря, не знаю, сколько. У меня сегодня будет только суп и кусочек мяса на обед. И постараюсь сегодня сделать правильно. Не так, как в прошлый раз. Итак, тарелка. 344 грамма. И сейчас будем... Ну, мясо, наверное, я взвешивать не буду. Сколько там? Кусочек небольшой. Так, сейчас подвинем весы. Весы. И будем наливать суп. Конечно, постараюсь сделать его без картошки. Вермишель можно. Это сложный углевод. Но даже если картошка... Я наливаю целую вот такую вот большую тарелку. И у меня в основном вермишель идет. Абсолютно совсем чуточку картофеля и как можно больше бульончика. И поскольку есть картофель, то галеты сегодня не будет. Так, ну и смотрите, сколько. Вот такая вот у меня тарелка супа. 344, да, была. Тарелка 762. Ну, получается 400 грамм супика. И плюс курочка. Все, девочки, приятного аппетита. Сегодня на обед планировала приготовить овощной суп. Даже нарезала уже все овощи. И потом немножко передумала. В общем, решила я сделать вот такую вот овощную икру. И добавить туда зерна кенуа. Здесь у меня вот они уже почти готовы. Это белые смеси с белых, коричневых и черных зерен кенуа. И состав овощной массы у меня сегодня такой. Здесь у меня баклажаны, сладкий перец, морковь, корень сельдерея и лук. И также добавлю помидорчики. Вот такие они в собственном соку без кожицы. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Девочки, для тех, кто спрашивал, как я варю кенуа, рассказываю. Здесь у меня полстакана кенуа и стакан холодной воды. Ставлю я на медленный огонь, где-то на семерочку. И варю примерно 15 минут. И как раз вся водичка испаряется. И получается вот такое вот количество. А затем делаю или салат, или гарнир, или вот как сегодня, такую овощную смесь с кенуа. Ну что, девочки, вы знаете, эксперимент удался. Очень мне понравилась вот такая смесь. Я даже помидоры не добавляла, потому что и без них прекрасно. Добавила немножко петрушки. И сейчас смешаю с кенуа и покажу, какая будет у меня порция. И вот моя порция. Вот я считаю, что здесь вполне достаточно. Получился, знаете, такой очень оригинальный микс. Я вообще обожаю кенуа, потому что эти зернышки, они в принципе не имеют такого ярко выраженного вкуса. Ну, к примеру, как гречка. И их можно смешивать с чем угодно. Получилось такое, что-то наподобие теплого салата. Так что, девчонки, вот такой вот у меня сегодня очень вкусный обед. Попробуйте, не пожалеете. Ну и, как всегда, моя вот такая вот тоненькая галета. И после обеда будет большая чашка травяного чая из ромашки. И мой обед сегодня. Снимала для канала рецепт вкуснейшего терин из курицы с цветной капустой, морковью, грибами. Ну, в общем, это такая вкуснятина. Девчонки, обязательно попробуйте. Вам очень понравится. В общем, у меня вот такая вот порция терин. Затем белый цикорий. Меня спрашивали, как я его готовлю. Иногда я его просто режу, сбрызгиваю лимонным соком и добавляю какого-то масла. Иногда, как сегодня, я его комбинирую с цитрусовыми, с семечками тыквы, сезамом и изюмом. И сегодня у меня здесь малиновый соус. Всем приятного аппетита! Я побежала пробовать свою вкуснятину. Девчонки, обед у меня сегодня одна трава, в принципе, как и вчера был. И это потому, что, во-первых, нет времени готовить. Вот у меня, смотрите, вот такой вот микс из салата. Здесь 4 сорта различного салата. Галета. Вот такая вот. И полью немножечко вот таким вот соусом с кунжутом. Это соевый соус с кунжутом. И будет у меня вот такой вот тизанчик мой, который я показывала в завтраках. Девочки, почему два дня подряд у меня вот такие вот травяные обеды? Это не потому, что там нужно что-то опять снова сбросить. Просто, во-первых, нет времени. Это раз. И второе. Сегодня у меня будет сверхзагрузочный ужин. Не знаю, возможно, это будет или пицца, или же какая-то китайская или тайская еда. В общем, увидимся вечером и я вам покажу, что я сегодня буду есть на ужин. На ужин я сегодня запекала рыбу с лимоном, укропом и грибами в духовке и на гарнир у нас будет зеленая стручковая фасоль на пару. Сейчас я покажу, положу все в тарелку и покажу количество, какая у меня порция. Так, в общем, смотрите, вот такой размер моей порции, большой кусок рыбки, немножко грибов, стручковая фасоль и также я положила вот такую вот, смотрите, совсем маленькую ложечку соуса тартар. Всем приятного аппетита! Сегодня на ужин приготовила вот такие вот крылышки, запекала их в рукаве. В общем, у меня здесь немного соевого соуса, горчица, много-много различных травок и аромат стоит потрясающий. Вообще, крылышки я не готовила и вообще не ела где-то больше года. Последний раз, когда были в Украине, мы там покупали уже готовые, запеченные, специально такое есть место в, ой, как же называется этот супермаркет? Кошик, по-моему, да, если я не ошибаюсь, и они готовят их прямо при вас. В общем, это была такая вкуснятина и сегодня я была в магазине и увидела вот эти вот крылышки, короче, купила и приготовила на ужин. На гарнир у моих будет картофельное пюре, а себе я нарежу салатика. И вот так вот, смотрите, выглядит моя порция. Три крылышка, вот такое количество салата, в салате у меня еще тыквенные семечки и немножко малинового соуса. Сегодня на ужин у меня будет вот такое вот овощное пюре и рыба на пару, белая рыба обычная. В общем, рыбу я рецепт показывать не буду, потому что готовить ее просто сверху, потом только лимонным соком сбрызнуть и все. А рецепт вот такого пюре дам вам с удовольствием. Итак, девочки, в кастрюлю забрасываем один средний кабачок, очищаем от кожицы и одну морковь. Отдельно на сковороде обжариваем где-то, ну, я не знаю, наверное, грамм 50 свежих грибов вместе с луком-шалотом и обжариваем на одной чайной ложке оливкового масла. Затем, когда пюре готово, овощи готовы, вот так вот обычной, вот такой вот штукенцией все это перетираем, добавляем немного сока апельсина, у меня половинка апельсина ушло, затем чайную ложку вот такой вот горчицы, у меня горчица здесь вот обычная с зернышками и с белым вином, ну, можно обычную горчицу, но что хочу сказать, чтобы обязательно были вот эти вот семена. и немного мускатного ореха. И соль сегодня я добавила вот такую вот с лавандой и с различными травками. Получается такая вкуснятина и это прекрасная замена обычному картофельному пюре. К рыбке подходит просто классно. Сегодня буду готовить куриную печень с морковью, с обычным репчатым луком и с луком-пореем. В общем, сейчас все вместе отправляю в глубокую сковороду, добавляю немножко оливкового масла, примерно столовую ложечку и немного присаливаю и под крышкой буду тушить примерно 25 минут. Печень с овощами готова и вот такая вот у меня порция. Девочки, не взвесила сразу тарелку, ну, а теперь уже в принципе смысла нет взвешивать, потому что вес будет неправильный. Ну, примерно, наверное, грамм 200 здесь получается печеночки с овощами. Сегодня я готовлю мидии, они у меня в соусе провансаль, здесь свежие помидоры, сейчас я помешаю, покажу, свежие помидоры, сладкий перец, чеснок, петрушка, травы прованса и оливковое масло. И как гарнир будут у нас вот такие вот макароны. и показываю свою порцию. Итак, у меня здесь две столовых ложки вот таких вот макарон из твердых сортов пшеницы и вот такая порция меди, приготовленная в соусе с помидор, сладкого перца, петрушки и чесночка. Добавлено, кстати, еще немножечко лука. И сверху совсем забыла, немножечко, абсолютно, совсем чуть-чуть сыра пармезан. И сейчас девчонки покажу пример такого загрузочного сегодня это будет ужин, но не пугайтесь, не падайте в обморок, это не все я буду есть. Просто так сложилось, что сегодня абсолютно не было времени и мы заехали в супермаркет и купили ужин. И поскольку сегодня выходной день, то можно позволить себе кое-что вкусненькое. В общем, вот такой вот сандвич он идет с копченым лососем, с укропом, с огурчиками. Ну, в общем, вкусный, конечно, я его есть весь не буду. Его вообще выбрала Милен. Немножечко хочу попробовать и все. Потому что хлеба, как вы знаете, я в течение недели не употребляю и иногда мне хочется вот или булку какую-то или вот ну что-то типа такого. Затем с удовольствием отрежу себе кусочек вот такого вот, даже не знаю, какой-то пирог, наверное, но он тарт называется, фланкеш. Очень вкусный здесь сметана, копченый укорок, наверное, или копченая грудинка, лук. Потом у меня еще вот смотрите, какой большой кусок остался, терина. Это, я думаю, будет основное блюдо, потому что как бы всего вот этого я буду только пробовать, не думайте, что я там половину слопаю. Затем купила вот такой вот салат, это табуле с мятой. Я очень люблю табуле, но табуле, в принципе, если его немного добавлять к курице или к рыбе, то вреда для фигуры от этого не будет. Ну и, конечно же, сыры. Сыры мои самые любимые, это том и вот такой итальянский сыр, горгонзола и маскарпоне. Также будет небольшой кусочек вот этого и вот этого. И уже как по традиции, конечно же, покажу, какая именно моя порция. В общем, две столовые ложки с горкой табуле, вот такой вот пластик куриного терин, он, видите, там и кусочки, и фарш, в общем, очень вкусный. и вот такой вот большой, ну как, в принципе, большой, если так смотреть на противень, то он не очень большой. Тесто здесь очень тонкое, практически прозрачное. Вот такой вот ломтик, вот такого пирога и, смотрите, два ломтика сыра и кусок хлеба. Но хлеб, конечно же, из правильной муки, из ржаной и со злаковыми. Так что, вот такая вот у меня сегодня порция. Девчонки, ну теперь вы, в принципе, знаете, как я питаюсь. Конечно, за одну неделю невозможно показать все блюда, которые я готовлю. Супы, конечно же, бывают и рыбными, я готовлю борщ и суп с гречкой, что это не только суп с вермишелью или бульон. Так что, напишите мне, пожалуйста, если вам интересны видео такого плана, такого формата, я буду продолжать снимать и дальше буду делиться с вами и своими какими-то рецептами, и рецептами, которые там я нахожу на просторах интернета, в различных диетах. И также пишите свои рецепты, если у вас есть на это время и желание. Все, дорогие мои, желаю всем приятного похудения, хороших отвесов и прекрасного настроения. Ну и до встречи на моем канале, в моем новом видео. Пока-пока.